На самом деле мы его так назвали, «возможные проблемы». Никакие это не проблемы, это такой топ-3 моментов, которые стоит учитывать при настройке ретаргетинга, когда бывает рекламодатель все настроил корректно, и вдруг мы видим, что что-то пошло не так. Вот давайте их разберем, и мы уверены, что это снимет сразу очень много вопросов. Абсолютно верно. Итак, первый вариант, когда не добавляются условия ретаргетинга. Вот так это может выглядеть у вас в интерфейсе. Система просто вам прямо говорит, что добавить просто нечего. Но мы точно знаем, что у нас добавлены условия ретаргетинга, вернее, у нас добавлены цели в метрике, либо там, допустим, сегменты. Почему это может происходить? Если у вас счетчик не привязан к аккаунту, где происходит размещение рекламы, в этом случае вот это может произойти. Поэтому нужно обязательно дать доступ. Причем обратите внимание, доступ может быть как на просмотр, так и полный доступ, когда вы можете редактировать и тому подобное. Не играть никакой роли. Главное, чтобы доступ был. В этом случае все будет нормально. Второй случай, когда мало, либо вообще нет кликов по ретаргетингу. То есть, на всякий случай повторяем, то есть все настроено корректно в этом примере, но при этом у вас либо нет, либо очень мало кликов. Да, ну вот как у нас на примере, у нас есть определенные условия ретаргетинга и всего один клик, и с чем это может быть связано. Самая частая история бывает, когда мы настраиваем какое-то условие ретаргетинга, ну, например, там неважно, что сделал пользователь на сайте, но ничего не получаем просто потому, что у нас очень редко достигается данное условие ретаргетинга. То есть, например, в данном примере у нас заявка на кредит, наша цель называется. Мы видим, что достижение цели всего одно, и получается, что мы со своим прекрасным объявлением по ретаргетингу пытаемся настигнуть этого единственного пользователя, который все-таки оставил эту заявку на кредит или не оставил, например. То есть в этом случае мы рекомендуем пересмотреть цель в метрике, по которой вы задаете показ объявлений по ретаргетингу. То есть нужно выбрать цель, которая прям хорошо достигается часто. Еще проблема, когда мало кликов. Это может быть просто потому, что недостаточно высокая ставка. Мы напоминаем, что условия ретаргетинга участвуют в аукционе с обычными объявлениями рекламной сети Яндекса. Соответственно, если ваша ставка недостаточна, то вы просто, скорее всего, будете проигрывать вот эти аукционы, и ваше объявление просто не будет показываться, как на этом примере. Решение простое. Есть смысл поднять ставку. Ну, мы выше уже об этом говорили, как лучше, на что опираться, на какие значения и так далее. Поэтому здесь повторяться просто нет смысла. Ставьте, отталкивайте от своих средних значений. И у нас опять вопрос. Как вы считаете, возможно ли настроить ретаргетинг для медицинской тематики, например, рекламы услуг стоматологической клиники? И здесь три варианта ответа. Нет, да, и, возможно, если предоставить лицензию с гарантийным письмом. Но у нас тройка в основном. Ну, хотя, по-моему, смешанные ответы есть и двойки тоже. Тройка и двойка. И единичка – самый такой вариант. Непопулярный, да. Да. Итак, мы даем верный ответ. Нет, невозможно. И как мы уже немного упомянули об этом ранее, на ряд тематик у нас по этическим соображениям не работает поведенческий таргетинг, в том числе и ретаргетинг. То есть мы не показываем, если это медицинская тематика, если это взрослый контент, те же интим-магазины, например. Да, о которых мы говорили вначале, что, может, они беспокоятся, они не уходят. И трагический контент, ну, например, похоронные услуги и так далее, и так далее. Но, однако, здесь есть небольшой нюанс. Если это медицинское оборудование, куда относятся, например, и матрасы, и аптечки, а здесь… Термометры, детские термометры и так далее. Очень большой список, да, и там вот в этом случае таргетинг и ретаргетинг, он сработает. Совершенно верно, поэтому в таких тематиках можно настраивать объявления. Кстати, вот салоны красоты – это тоже хороший пример. На самом деле, кажется, что просто. Если услуга простая, типа парикмахерская, там, маникюр, здесь без проблем. Но если у вас есть косметологические услуги, которые пограничены с медицинскими, например, лечебный массаж, вот здесь это уже мы относим к медицинской услуге. И здесь не будет работать ретаргетинг. Поэтому зависит от услуг, которые ваш салон красоты оказывает. Итак, мы хотим закончить так называемыми золотыми правилами ретаргетинга. На самом деле, мы просто выделили здесь три условных правила, которые помогут легко запомнить вот это все, что мы сказали выше, и использовать на практике. Да, совершенно верно. Ну, первое и, конечно же, самое главное – добавляйте ретаргетинг с правильными условиями. Можно добавить ретаргетинг просто «был на сайте», можно попробовать. Но, как правило, опыт показывает, что условия ретаргетинга хорошо работают, когда оно более целенаправленное на конкретную категорию пользователей. Второе правило – создавайте специальные тексты. Зачастую рекламодатели используют одни и те же тексты для классических компаний на поиск, для РСЯ, и также их используют для ретаргетинга. Мы рекомендуем делать отдельные тексты. Именно поэтому столько сегодня было посвящено именно там текстам. На самом деле, это сильно без повышения ставок может помочь сильно увеличить конверсию. Мы уже это доказали на нескольких примерах. Ну, кстати, хочется сказать, что особое внимание к текстам полезно абсолютно в любом варианте трансляции. Неважно, это поиск, это РСЯ. То есть каждый символ старайтесь использовать с максимальной историей по продаже ваших товаров, услуг и так далее. И третье правило – управляйте ставкой. Ну, здесь можно сказать, выбирайте для себя удобную стратегию и так далее. Мы хотели именно акцентировать внимание на том, что очень важно все-таки отслеживать ценообразование по ретаргетингу, выставлять ту ставку, которая для вас оптимальна, которая работает, и постоянно за этим следить. Субтитры создавал DimaTorzok